Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 мая и сегодня я буду делать выемку вот этих томатов, которые я сеяла прямым посевом в грунт, то есть безрассадные, которые я просто насыпала сюда семена и они сами взошли. Если кто не видел это видео, я пошагово снимала. Это очень простой способ выращивания. 3 апреля я посыпала семена, потом у нас был период очень-очень длительный, холодный, было на улице и минус 4, и минус 8. Долго они не всходили, но все-таки в середине апреля 15-16 они взошли. И вот с этого дня я считаю их возраст. Значит, 16 мая у них было месяц, и сейчас вот им полтора месяца. Так как все, почти все сорта здесь ранние и скороспелые, для них это самый нормальный сорт, ой, возраст для высадки. Но тут в чем проблема? Проблема в том, что они мне были все не нужны, мне нужно было два сорта. Вот я выбрала вот один сорт, выбрала второй сорт. А остальные я просто как бы на пробу для показа сыпала как попало, вот так вот не раскладывала, тут вот даже попадаются какие-то вообще чужие странные, в низкорослых томатах попадаются и длинные. Я уже несколько раз говорила, что они мне не нужны, вот эти маленькие и короткие, у меня уже все почти повысажено. Не знала их куда девать. Перезвоню. Я не знала куда их девать, я несколько раз говорила, что проблемные. Продавать я их не буду, потому что у меня на продаже совсем другая рассада, ранних посевах, 15 марта же я сеяла. И вот я сейчас сразу предупрежу вас, что видео будет, оно длинное и не очень информативное, потому что половина будет лирическое отступление. Я просто так рада за эти томаты, я хочу вам рассказать удивительную историю, которая с ними произошла. Они предназначались, если честно, у меня на выброс почти все, ну или так, может кому-то часть отдала, потому что у нас вот такие томаты, они очень распространены, у нас, у всех они почти есть, а на продажу я выращиваю более взрослую, продаю рассаду. И такие они считаются коротышки, они никому не нужны. И я уже смирилась с тем, что я вот вам говорила, что ну девать ее мне некогда, вот показала и показала. Показала, что очень хорошо растет. И тут случилось чудо. И вот по неволе тут поверишь в судьбу, в какую-то предназначение. Я действительно верю, что если предназначена кому-то, ну там счастливая какая-то судьба, значит так и будет. Вот эти томаты, как вы думаете, где теперь будут у меня жить? В Екатеринбурге. Это даже представить я не могла, что они уедут так далеко. И в результате получилось, что вот Надежда, зрительница моя постоянная, она сказала, мы возьмем любые, вот главное, чтобы они были такие рабочие лошадки, у нас таких сортов нету. У них может быть действительно там в новинку и в диковинку, они возьмут их даже в таком маленьком состоянии, в загущенном, выращенном. И представьте, вот ирония судьбы, те томаты, которые предназначались чуть ли не на выброс, теперь попадут в такие руки, которые их будут холить или леять, для которых вот для той местности, а не новинка, а не редкость. И вот сейчас я их буду расфасовывать по мешочкам. Я вам покажу, для чего я начала снимать, конечно, чтобы показать, какими они выросли. Я покажу вам, какие они выросли. Вот некоторые, ну они очень сильно старались, некоторые даже уже бутончики начали расщелкиваться, чуть ли не цвести, хотя высажены они на месяц позже, чем все остальные. Так, вот я вытаскиваю сорт жаростойкий. Я вам только что показывала Демидова, который был высажен на месяц раньше. Смотрите, в каком они состоянии. Они почти догнали тех моих Демидовцев, которыми я все хвалилась. У них очень развитая корневая система. Сейчас я их отдельно отложу, потому что я их по мешочкам. Но так как они у меня тут посеяны в качестве экспонатов, тут в рядах иногда встречаются, как я насыпала просто насыпом, встречается такой сорт, и может попасть и с другой. Ну там раз приемодатели согласны, Смотрите, какая рассада. Вот они жаростойкие. Это жаростойкий, болезнеустойчивый. Он толстоногий, он такой, ни жары не боится, ни холода. Так, это у нас жаростойкий. Сейчас покажу, какая у нас выросла метелица. Тут метелицу я маленько брала. Метелица тоже для регионов с проблемным климатом. Это идеальный вариант. Смотрите, какая метелица. Вот это рассада, которая безрассадная, которую просто я насыпала вот так вот. Ну вот так просто вообще. Так, это у нас метелица. Сейчас посмотрим, какая тройка выросла. Я их сейчас по отдельным пакетикам разложу. Поедут они у меня на поезде кататься сегодня. Вот повезло им, так повезло. Вот смотрите, тройка какая. Это вообще. Они, вероятно, я не знаю, чем это объяснить. Вот это безрассадные томаты, они обычно поменьше, но тут они так, вероятно, старались. Они, наверное, уже заранее знали, что ему готова на такая счастливая судьба, что они поедут в другой город, будут там любимчиками. Так, сейчас мы посмотрим. Следующий у меня сорт тут. Демидов. Вот. Надежде из Екатеринбурга и ее друзьям-садоводам даже тут немного Демидова досталось. Но он, правда, не такого качества, как в тоннелях. Тот же раньше сеянный, но это нужно понимать, что от возраста тоже многое зависит. Но он тоже неплохой. Если на развод вырастят, да соберут семена свои с них. И Демидов. Вот Демидов. Он тоже неплохой, но видите, как густо. Сильно-сильно много я тут сыпанула от доброты душевной и немножко я загустила. Надо было вовремя продергать. Я же сказала, кто будет так выращивать, надо продергивать вовремя. Но я не продергивала, потому что мне вот этот Демидов уже не нужен был. У меня там свой Демидов есть. Так. И Настеньки даже немножко тут есть. Так, сейчас. Вот Настеньки. Настеньки тоже прекрасные. Вот эта госпожа удача. Сейчас еще какой-нибудь один сорт. А, тут Ринет уже собрался цвести. Вообще у меня. Где же он Ринет? Ладно, до Ринета еще полис тут. Ну ладно, я не буду все вынимать, потому что... Сейчас еще покажу Клушу. Клушка прекрасная выросла. Так. Вот она Клуша. Вот теперь, вот когда вы вот это все посмотрели, я сейчас ссылки дам на то, как я сеяла. Очень просто. У кого нет места, например, на этом, ну, выращивать на подоконниках. Бывает, что нет южных окон. На северных окнах мы все знаем, что рассада вытягивается. Рассада тоненькая делается. Вот эту розовую жемчужину я даже посажу себе в ведро. Смотрите. Вот такая розовая жемчужина здесь выросла у меня. Вот это жемчужины, так жемчужины. Вот такая получается рассада. Рассада, если посеять просто в землю, я накрыла полиэтиленовой пленочкой. Все холода, все морозы она пересидела, потом она взошла. И тут постоянно солнце, тут для нее хорошие условия, намного лучше домашних. И я говорила, что самая лучшая рассада получается уличная, вот в тоннелях. На втором месте вот такая рассада, которая безрассадная, вообще безрассадная, без лоточков мы сеем. Она немножко помоложе, чуть позже вступит в плодоношение. Но зато смотрите, какая она здоровая. Она здоровая, она закаленная. Она не боится солнечных ожогов, она не боится холода. Все. Привет, Екатеринбург. Наши толстоножки едут к вам в гости. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот обзор рассады, которую я сеяла просто семенами в грунт. Как всегда, все получилось хорошо. Рассада вот такая безрассадная, почти не было случая, чтобы не удавалось. Она всегда хорошо вырастает. Главное, подобрать сорта надо удачно. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok